Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Здравствуйте! Сильный ветер и гололед. Разгул стихии в Алтайском крае. Новое здание Барнаульского аэропорта намерено сдать раньше срока. На каком этапе работы? В Барнауле скоро могут появиться четыре новые поликлиники. Министр рассказал о развитии сферы здравоохранения. Новое здание Барнаульского аэропорта. Сигма и на улице Гвардейской. Там ствол повредил также газовую трубу. На советской армии стекло автомобиля пробила ветка, которая оторвалась из-за сильных порывов ветра. У перекрестка улиц Власихинской и Энергетиков сдуло светофор. А в селе Табуныш квалистый ветер повредил половину крыши, а именно 550 квадратных метров на здании детского сада Огонек. Ущерба ценят позже. Тем временем спасатели предупреждают водителей об осторожности на дорогах. О власти краевой столицы говорят, что все службы к непогоде готовы. Продолжим. Четыре новых поликлиники могут появиться в Барнауле к 2030 году. Об этом на пресс-конференции рассказал министр здравоохранения края Дмитрий Попов. Он поделился также планами по поводу очередных мер поддержки медиков. Подробнее в материале Данила Кузнецова. Врачей в Алтайском крае стало больше. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. В общей сложности за два года в больницы и поликлиники пришли порядка 150 человек. Чуть меньше представителей среднего медицинского звена покинуло учреждение региона. И сейчас планируется пересматривать программу обучения студентов. Появляются и появятся три новых направления. Это управление качеством медицинской помощи, это управление медицинским персоналом, и это вопросы инфекционной безопасности и инфекционный аудит в наших медицинских организациях. Также в следующем году, возможно, появятся новые доплаты медперсоналу и работникам скорой помощи. Потратить на это планируют около 200 миллионов рублей. Для закрепления кадров продолжится финансирование службы молодых специалистов. Ведь благодаря в том числе этой мере поддержки в 2024 году удалось закрепить в больницах и поликлиниках 91% сотрудников с опытом работы от одного до трех лет. Обсуждается и приобретение жилья для медиков в населенных пунктах, где ведется застройка. 110 миллионов рублей нам надо было только для БИСК, для того, чтобы, возможно, выкупить эти квартиры и предоставить им в эксплуатацию. Где-то это решенный вопрос, а где-то сложно решаемый в силу того, что не строится это жилье вообще. Поэтому здесь мы идем по варианту компенсации аренды жилья. Что касается медицинской инфраструктуры, в следующем году в эксплуатацию будет введено 6 медучреждений. Валейский, в Камненаби, в Смоленском, Зональном и Мамонтовском районах. Также планируется построить подразделение Барнаульской поликлиники номер 9. А уже к 2030-му в краевой столице может появиться еще 4 поликлиники. По одной в Нагорной части и в поселке Южный, две в Индустриальном районе. В сторону аэропорта активная застройка идет. И как раз таки вот по Власихинской мы планируем строительство, ну, предложили поликлиники. И еще одно подразделение поликлиник в виде поликлиники 9. С другой стороны тоже Индустриального района по Павловскому тракту. Поликлиники планируют построить в рамках нового нацпроекта продолжительная и активная жизнь. Он стартует в 2025 году. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. В России сегодня отмечают некогда красную дату 7 ноября. Старшее поколение помнит этот день как годовщину Великой Октябрьской революции. Со сменой политического режима в 90-х годах названия и суть этого дня менялись несколько раз. И сегодня это один из дней воинской славы в честь парада на Красной площади в ноябре 41-го года. Но по прежним традициям 7 ноября к памятникам Владимира Ленина несут гвоздики. Главное место для возложения Владимир Ильич на площади Советов. Это один из пяти существующих в Барнауле памятников Ленина и один из двух скульптур, выполненных в авторском стиле. Второй авторский Ленин стоит на проспекте Ленина у здания Краевого суда. Именно тот памятник считается самым старым в Барнауле. Его установили в 1938 году. Он является копией памятника Ленина, который стоял у Кремля. Остальные скульптуры Владимира Ильича в Краевой столице – реплики памятников. Малтайский край принял участие в Сибирской аграрной неделе. Международный агропродовольственный форум прошел в Новосибирске. В связи с завершением уборочной кампании аграрии обменялись опытом работы в непростом сезоне и подвели итоги работы. О новостях с полей расскажет Мария Костылева. Сибирская аграрная неделя собрала на одной площадке десятки аграриев, представителей федерального правительства и губернаторов сибирских регионов. Делегацию Алтайского края возглавил Виктор Томенко. Для будущего урожая этот год был непростой, но справились, отметил глава региона. Даже с такой погодой, которая 30 лет назад привела бы, наверное, к коллапсу, я думаю, удается справляться и достойно выходить по валу, по объему. В целом у нас в Сибири такая сложилась непростая погодная, в первую очередь, обстановка в этот полевой цикл нашего года, что практически везде был введен режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы. Сейчас по всей Сибири завершается уборочная кампания. И да, она непростая. Залог успешного развития сельского хозяйства не только упорный труд, но и обмен опытом. Кстати, в сельхозсфере Алтайский край в числе лидеров. Есть что рассказать и чем поделиться. Урожай практически на сегодняшний день убран. Он заметно превышает уровень прошлого года в целом по Сибири и в нашем каждом конкретном сибирском регионе. Это, конечно, результат неимоверных усилий, большого высокого профессионализма наших сельхозтоваропроизводителей, наших аграриев. И, конечно, их вооруженность, доступ сегодня к современной технике и технологиям. За последние несколько лет в нас регионе появилось внушительное количество новой сельхозтехники. И это дает неплохой результат. В Алтайском крае за последнюю пятилетку приобретено почти 2000 новых тракторов, более 1300 зерноуборочных комбайнов и 1000-1000 единиц другой техники и оборудования, столь необходимой для ведения работ. В крае в Алтайском 600 зерносушилок и крупных мощных сушильных комплексов было приобретено и создано за последние годы. Кроме того, губернатор региона Виктор Томенко отметил алтайские машиностроительные предприятия, которые представили свою спецтехнику на выставке. Такая техника – большое подспорье для аграриев не только Сибирского федерального округа, но и по всей стране. Татьяна Голубева, Мария Костолева. День с толком. Строительство нового здания аэропорта в Барнауле идет по плану. Несмотря на некоторые сложности с поставкой оборудования для строительства, сдать сооружение намерено чуть раньше срока, который намечен на март 26-го года. Накануне ход работ проверили представители холдинга «Новопорт» и правительство региона. Оценили степень готовности объектов инфраструктуры, включая насосную станцию пожаротушения, ливневые и очистные сооружения, реконструкции уже существующей котельной и парковочной зоной. Уже введена в эксплуатацию временная газовая котельная. Зампред правительства края оценил и здание аэровокзального комплекса. Работы по устройству кирпичной кладки внутренних перегородок строители завершили, теперь работают над внутренней отделкой. Параллельно ведется монтаж инженерных систем, внешнего фасада и кровли. Закрыть полностью тепловой контур и установить оконные блоки планируют в ближайший месяц. Вновь злободневная дилемма. Запрещать ли соцсети детям до 14 лет? Такую инициативу президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма сейчас активно обсуждают в России. Стоит ли игра свеч и нужно ли действительно применять настолько кардинальные меры к школьникам? Наша съемочная группа узнавала у жителей Барнаула. Как вы относитесь к тому, что детям до 14 лет хотят запретить пользоваться социальными сетями? Ну это не совсем, ну надо ограничить, да, я не спорю. Ну где-то в школе, где-то вечером родители должны контролировать. А полностью я думаю, нет, нет, они уже без этого никак. Наверное на самом деле очень хорошо, потому что в соцсетях нету, так скажем, ограничений по возрасту и очень много лишнего контента они смотрят. Положительно. Почему ваше мнение? Ну слишком много свободы сейчас. Ребенок не может отличить хорошее от плохого на данном этапе до 14 лет, у него с этим проблемы. Вестись на провокации, отличать на посторонних сайтов захотеть. То есть он себя до 14 лет не контролирует. Как относитесь к тому, что в России хотят запретить доступ к социальным сетям детям до 14 лет? Ваше мнение? Нормально. Все равно все будут захотеть, как захотели, спокойно я думаю. Ну, наверное, есть какие-то резоны, чтобы запретить. Детям есть по-хорошему-то есть чем заняться. Можно ходить в театр, можно заниматься в студиях, можно заниматься в спортивных секциях, можно танцевать и так далее. Читать книжки в конце концов. Ну, можно развивать. Ну, что о социальной сети? Там что-то они им дают для развития? Конечно, это естественно, это беда всей России. Это дети сейчас просто как зомби в этих телефонах, в социальных сетях. В какой-то степени это может быть и полезно, и хорошо. Надо ограничить, ограничить, но не запретить. Школьники края могут стать настоящими операторами дронов. При этом речь идет не только о детях из Барнаула, но и с районов. Как такое возможно, расскажет наш корреспондент Ирина Корчагина. Такие дроны точно не причинят вреда. Мягкие и безопасные ежики, которые, кстати, делают в Алтайском крае, могут запускать даже школьники. С октября политех в рамках гранта «Движение первых» реализует марафон научного творчества инженера первых. Его суть в том, что преподаватели и студенты выезжают в районы края, проводят там тренинги для школьников в полете и электроника первых. Дети учатся конструировать дроны, затем тренируются летать в виртуальной среде и, наконец, сами запускают летательный аппарат. Нас сюда позволили просто показать, как это все происходит. Я просто до этого в основном компьютеры разбирала. Тут поинтереснее, чем там. Мне нравятся конструкторы с самого детства. Мне нравится разбираться, всяких таких штучек закручивать. Для меня это просто интересно, но я задумалась пойти на летчика. А это уже Заринск. Здесь у ребят тоже появилась возможность впервые подержать дрон в руках и даже запустить его. Преподаватели политеха также выезжали уже в Бийск, Шипунова, Завьялова. В конце ноября полетать на коптере смогут школьники Павловска. Для них это не только развлечение, но и реальная профориентация. Наши ребята рассказывают вообще о концепции применения тронов. Рассказывают про наш алтайский край и его особенности. Что у нас большая протяженность дорог, что нужно контролировать эти дороги. Что у нас много сельхозугодий, которые можно и обрабатывать с помощью коптеров больших. Все это интересно и расширяет их кругозор. Ведь кто-то хочет пойти в конструирование, а кто-то хочет пойти и вот в такой практический аспект, когда уже идет использование дронов. Кстати, в следующем учебном году в политехе откроют новое направление подготовки для выпускников 9 класса, техническое обслуживание и ремонт беспилотных летательных аппаратов. Возможно, среди этих школьников тоже уже есть будущие профессиональные пилоты. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Алтай едет на Кубу. Речь идет о днях духовной культуры России, которые впервые пройдут за океаном. Наши артисты ансамбля песни и танца Алтай поделятся секретами профессии на мастер-классах для танцоров и хореографов. А также выступят с лучшими номерами. Как коллектив готовится лететь за океан, расскажет Дмитрий Дроздов. И раз сразу уходим. Репетиции по 6 часов и так каждый день. Ансамбль песни и танца Алтай готовится отправиться на Кубу. Там пройдут дни духовной культуры России. Наши артисты проведут серию мастер-классов для танцоров и хореографов по русскому народному танцу. А также выступят с известными номерами, покажут за океаном балет Рахманинов и представят концертную программу «Мы сибиряки», где собраны яркие номера, показывающие разнообразие народной культуры Алтайского края и отражающий сибирский характер. Всем кубинцам интересно, как мы живем, как они говорят, как вы выживаете в снегах. Им очень интересно, когда у нас мороз. Поэтому, если у нас произойдет такая яркая творческая дружба, то, я думаю, не за горами и в репертуаре появится кубинский танец или кубинская песня. В Солнечную Кубу полетит делегация из 22 человек. Слово для Алтая – это первый вылет за океан. И это будет самый долгий их перелет. Маршрут будет таким – вылет из Новосибирска, оттуда в Москву, а уже из столицы отправится на Кубу. Перелет займет порядка 20 часов. Артистов это не пугает. И они в предвкушении такого творческого путешествия. Очень сильно хочется посмотреть именно за океанского моря, за океанского солнышка, потому что в той стороне лично я ни разу не был. Мне очень интересно, как там посмотреть именно мексиканскую, португальскую сторону, их менталитет, обычай. Хочется от артистов местной страны напитаться какими-то элементами, возможно, какими-то практиками танцевальных движений. Это большая ответственность – выступать за рубежом нашей страны. Мы несем культуру нашего региона, нашей страны. Это очень ответственно. Отправятся на Кубу алтайские артисты уже в понедельник. Помимо нашего коллектива, кубинцы смогут познакомиться с киностудией «Союзмультфильм». Также будет представлена выставка на Вадевичьей монастыре и много различных мастер-классов. Все это позволит жителям острова за океаном узнать о традициях русского народа и о том, как же мы выживаем в снегах с медведями на улицах. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толка. Стало известно имя победительницы онлайн-голосования, которое проводили наши коллеги с сетевого издания «Толк». В конце октября на сайте совместно с модельным агентством «Стиль» запустили фотоконкурс на лучший образ для Хэллоуина. Участниц было 18 от 6 лет до 21 года. Специально к празднику они создали свои тематические образы. Тройку лидеров замкнула Елизавета Бутенко. Девушка собрала более 8% голосов. Второе место получила Ксения Головко. Ее поддержали 10% участников голосования. Победительницей с большим отрывом стала Арина Гребенкина. Образ мертвой невесты, которую девушка увидела во сне, оценила 62% проголосовавших. Платье взяли мы у старшей моей сестры. Его мы пошли в ателье, изрезали, как нам надо. Сделали из этого же платья фату, накидку. Это мой новый опыт. Моя еще одна маленькая ступенька с настоящей моделью. 74 года назад, 7 ноября, в Барнауле на маршрут вышли первые трамваи. В краевую столицу не прибыли из Леденграда, а первый трамвайный маршрут был с площади Свободы до Нового рынка. Несмотря на всю масштабность события, не все было гладко. Первое время вагоны часто ломались и не отапливались. Зимой в кабине вагоновожатого лежали горячие кирпичи, на которых водители стояли во время движения. Лед со стекла обзорного окна очищали деревянной лопаткой. Несмотря на все трудности, Барнаул смог сохранить и продолжает развивать электротранспорт, которым могут похвастаться далеко не все крупные города. Сегодня на базе Барнаульского гора электротранса находится 220 вагонов. Ежедневно на линию выходят более 100 вагонов, которые перевозят в среднем более 120 тысяч пассажиров в день. Субтитры создавал DimaTorzok